Йохо! Сегодня мне сообщили, что Челябинск тоже с нами. Привет, ребят! С вами канал Лисий Хвост и Екатерина Сафронова. Ну и вся, конечно же, моя команда, которая уже поселась в машину. Сегодня 30 апреля, мы выезжаем с Волгограда, и сегодня мы едем уже до Феодосии. Посмотрим, какие дороги. Впереди едем мы через Сальск. Так, покажу, так же, как всегда, заправки, цены, какие дороги, если где-то будут пробки, где-то хорошие, где-то плохие. Так, сейчас у нас километраж, сейчас я вам сообщу, какой у нас показывает километраж. Поздоровайтесь! Вы не проснулись, что ли? Мы проснулись! Так, сейчас у нас показывает 776 километров, то есть мы проехали 1776 километров. Ну все, буду потом так же вам показывать километраж. Постараюсь поснимать столбики с километражом, чтобы узнали, на каком километаже, какой участок дороги, хорошая дорога, плохая. Ну все, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Только что проехали Пролетарск Ремонт дороги, светофорное движение, но перед нами вот стояло машин 8, так что пробки не было. Дорога ровная, только что свеже отремонтированная. Доехали мы до Сальска, заехали на Шеловскую заправку. Здесь газ стоит 30 рублей 90 копеек. Дорога, 47, 90, 92, 52, 90, 95, 95 евро, 54, 90. Дорога нормальная. Дорога нормальная, едем. Вот мы доехали до Сальска, заехали на заправку Шеловскую. Так, а, цены я уже озвучила, да, по заправке. Мы заправились, полный бак у нас кончился практически перед самым Сальском. Кончился у нас газ. 7 километров мы ехали на бензине. Смотрите, мне задали вопрос, чем заправлялись, ну, что на Лукоиле, 95-м, хороший ли бензин, нет. Ну, вроде нормальный, я не скажу, что это, но моя машина едет на газу. На газу плюс впрыск топлива. То есть она не чисто газ, а еще плюс немножко идет потребление топлива, бензина. За все время бензином я заправилась два раза. Один раз в Янгантау, лукоиловская заправка, она там единственная на выезде была, другую я просто не видела. И заправилась еще в Волгограде, также на Лукоиле, 95-м бензином. У меня еще показывает, что еще бензина практически полный бак. Ну, когда-то я давно смотрела, что один мужчина тоже установил на Мазду ЦХ-7 газ. У него потребляла она 17 литров на сотку газа и 3 литра на сотню бензина. Не знаю, как у меня, если честно, домой приеду, примерно там составлю и скажу, сколько у меня вообще вышло. Забыла сказать по времени. Выехали мы где-то в 4.30 утра. До Сальска у нас километраж был 370, да, вроде бы километров, не помните? Сейчас у нас уже... Ехали 2175 километров, это от Екатеринбурга. И сейчас у нас времени... Скажите, сколько времени? 11? 10.51. 10.51. Ну, думаю, часа может быть к 5-6 мы будем в Феодосии, дай бог. А сейчас мы едем вот за такими автомобильками, которые везут коровок. Господи, они там как селедки в бочке, бедолажки. Царство небес. А это не коровки, это бычки. У них титик нету, как у коровок. С трассы мы свернули направо, въехали в Краснодарский край. По трассе было так, ну, нормальненько, загруженность была. Здесь едем посвободней. Причем, хорошо, посвободней. Мы в белой глине. Магазин светофор. Заправка. Ой, у нас остановка небольшая. Ремонт дороги. Перед поворотом на Тихорецк. После поста ГАИ, ремонт дороги. Мы едем прямо. В пробке не стояли. Выехав на трассу, доехав до своротка на Тимошевск, увидели, что указатели, которые направо, заклеены все черными пакетами. Проехала прямо, остановилась, давай рассматривать. Думаю, да нет, надо ехать через Тимошевск. Думаю, ну ладно, сейчас проедем прямо, развернусь. В оконцовке едем прямо. И там, где можно развернуться, то есть покружиться, там тоже черные пакеты. Наверху стоит техника, не работает. Видимо, то ли ремонт дороги, может вообще хотят запретить оттуда объезды. Но это, если честно, бред какой-то, я не знаю. Ну, короче, вот такая ситуация с нами сегодня произошла. Поэтому едем мы прямо до Коснодара, там, я так понимаю, по объездной, ну и до Славянск-на-Кубани и Крым. Осталось нам 357 километров до Феодосии, показывает навигатор. Остановились, купили помороженки, кока-колу, чтоб не спать. Ну и едем, приедем, показывает, а, ехать показывает, что вроде еще часов в пять. Ну, дай бог, блин, приедем в пять, надо искать срочно место жилье, где-то переночевать. Всем, кому написала, уже пяти написала, людям занято. А, нет, не у всех занято. Кто-то отказал, сказал, что им не выгодно на ночь сдавать. Кто-то просто написал, а нет, и трое написали, что занято. Вот такая ситуация. А вот и первая пробка перед Краснодаром. Причем очень-очень длинная. Как всегда, наглые обочечники нас объезжают. Дубль два. Так, ехали мы в пробке. С самого начала, как вот мы заехали в Краснодар, вроде где-то там оттуда, сады вот эти начались. И до третьей трудовой улицы. На третьей трудовой повернули направо. И нам говорят, поверните направо, на круговое движение, потом как бы налево. А налево, бац, и стоит такая железобетонная фигнюлька, которая не пускает повернуть. Пришлось ехать прямо, прямо проехали. Но там недолго, то есть мы проехали, там разворот, развернулись, ехали прямо. Все, как бы только вздохнули, думаю, ну все, кончилась пробочка. И тут бац, опять пробочка. А пробочка у нас какая-то, не знаю, какая-то улица обходная. Какой-то обход улицы, что-то такое, не знаю. Ну, короче, смысл вот такой. Вот здесь рядышком стоит Россия, моя история, какой-то монумент, не знаю. Какой-то музей, видимо. Россия, моя история. То есть вот это ориентир. Откуда начало пробки? До Феодосии 340 километров, говорит. Ну, жилье мы уже забронировали, небольшую комнатку. Приеду, покажу, но нам только ночь переночевать. Если будет удачно, приеду, поснимаю, постараюсь быстренько сделать видео и выложить вам для ознакомления. Но сегодня мы в любом случае уже приедем в Феодосию, просто вот торчим в пробках. Сколько времени, скажите мне, пожалуйста. 5.03? Время 5.03, а ехать нам еще 340 километров. Ну, и вот с такими пробками не знаю, во сколько мы доедем. Ну, все, на этом все. Стоим в пробках. Читайте. Вот лезут наглую просто автобусы. Так, смотрите, мы заправиться заехали. 47.90.92, 52.90, 95.95 евро, 54.90, 98.57.40, дизельное топливо 50.90, газ 390. 30 рублей, говорю, 300, говорю, все, я уже устала. 30 рублей 90 копеек газ. Нам еще ехать, что там нам ехать-то, 200, сколько? 267 километров нам еще ехать. А проехали мы? 2.550. Ну все, едем. Вечером видео, забронировали номерок. Гоним. Все, не буду больше снимать, торопимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер. Ну что, мы наконец-то доехали. Быстро вообще просто расскажу. Сняли домик где-то на горке. Не помню улицу. Если кому-то нужно будет улицу, то вы мне пишите, я вам скажу адрес. Сняли мы небольшую комнатку, буквально вот диван. Двухъярусная кровать. Девочки спят здесь, мальчики спят здесь. Есть свой туалет, свой душ. Цену меня просили не говорить. Ну я... Короче, вообще, всегда можно договориться, поторговаться и говорить. Ну вот давайте. А нас вот так вот. Ну давайте вот так. Короче, мы за полторы тысячи. Я вам ничего не говорила, если что. Так. Сейчас покушаем. Все, мы доехали. Все нормально. Пробки, пробки, пробки. Это просто капец пробки. Короче, как начались в Краснодара. Пробки и пошло-поехало. Едем нормально? Пробка. Едем нормально? Пробка. Едем нормально? Пробка. Пробка нормально. Ремонт дороги идет где-то возле Тимлюка, вроде бы там Тимлюк называется, что-то такое. Там ремонт дороги, то есть, ну, машины, как бы такой пробки не было, мы двигались, ну, потихоньку, что-то 40 км в час. И там с одного на другое, с одного на другое. И вот так вот все ехали, ехали, ехали вот таким вот. Практически до самой трассы, вот где вот эта вот начинается трасса моста. Все, когда поднялись, там, конечно, уже мы погнали. Больше пробок нигде не было, доехали мы, все хорошо, все нормально, все здорово. Времени сейчас где-то 22.30, наверное, 22.40. Ну, все, на этом я заканчиваю свое видео. Мы приехали. Кто собирается в Крым? Желаю вам счастливого пути. Ни гвоздя, ни жезла, как говорится. А, забыла сказать, полиции очень много. Вот особенно начиная, как вот мы поехали с Волгограда, там очень много стоит полиции. И в Краснодаре стояла полиция, и после Краснодара стояла полиция. Поэтому лучше соблюдать правила. Так, ну все. Поэтому никому, всем вернее, желаю ни гвоздя, ни жезла. Всем счастливого пути. Хорошо вам съездить, отдохнуть. Надеюсь, мое видео, скорое, на скорую руку вам пригодилось. Ну, а если пригодилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и делитесь видео. Ну, все, пока-пока. Полное видео будет позже, после 13 мая. Счастливо. Спасибо. Продолжение следует...